приветствую вас прежде всего сегодня воскресенье раннее утро и в этот день хочу вам показать одно мероприятие которые интересны с точки зрения подачи это мероприятие придумала татьяна анатольевна и вот его фишка не то что дети приедут со всей со всего пермского края показывать роботов идея не в этом идея в том что вот вы знаете что везде есть победители есть люди которые не завоевали призовые места особенно это касается детей вы знаете как тяжело порой бывает именно мотивировать их на следующие победы и вот это мероприятие призвано как раз таки сделать именно этот шаг очень сложный вся идея в чем что неважно какого качества у тебя была конструкция это может быть робот или сооружение какое-то здесь ты можешь его продемонстрировать и получить свою дозу порцию оваций да и восхищение то есть мы мотивируем детей на победы в будущем это очень важно и мало кто вообще задумается что можно так сделать и вот сейчас когда я вам это покажу задумайтесь может быть вы в своей деятельности можете повторить нечто похожее пойдемте со мной арбузики зелененькие ну что друзья вот мы и дошли сейчас у нас участники готовятся еще последние минутки у них остались к этому моменту и самая классная фишка я не сказал в том что это все проводится в торговом центре и любой посетитель торгового центра может подойти и спросить у детей что же за поделку они сделали давайте вкратце осмотримся у нас с вами сегодня два этажа и собственно начнем спрашивать и показывать вам чем могут нас порадовать дети пожалуйста ну что тетяна анатольевна рад вас видеть расскажите про это мероприятие вы у нас как движок пермского образования 10 раз я уже говорил но вот это мероприятие каждый робот имеет шанс мне нравится тем что она ну типа ваша души вот такое да я очень люблю именно эту конкурс выставку она проходит шестой раз потому что идея была для того чтобы все дети и проекты которые не прошли наикаренок могли показать то что они придумали вот здесь всему городу сегодня 52 проекта 52 команды со всего пермского края представляют на ваш суд проекты в объекте такая была заявлена тема возможность быть услышанными пообщаться друг с другом увидеть команды из других территорий вообще провести выходные с пользой тем более торговый центр спешила предоставил очень много подарков можно сходить кинотеатр можно покушать можно посетить магазины то есть это хороший повод провести время с семьей итак друзья обратите внимание как работает у нас татьяна анатольевна она всеми возможными способами подтягивает спонсора это несмотря на то что руководитель дошкольного учреждения но ведет себя как такой организатор из бизнеса да то есть сразу замечает где какие выгоды может приобрести для себя тот или иной человек и предлагает ему собственно спонсорскую помощь вот это ведь сложно вообще нет ну смотрите если понять зачем например торговому центру мы нужны то я думаю все магазины находящиеся на его территории заинтересованы в том чтобы пропиарить себя каким-то образом ну и больше народу пришло к ним за покупками так вас мы вам сегодня все показать просто физически не сможем но при этом благодаря вот таким новшествам да то что все модели опубликуются в публичном доступе вы можете посмотреть намотать на свой ус да и сделать также ток лучше но уже в своем регионе это правильно погнали дальше я вот уже смотрю да такая вот штучка интересная у вас сайдики также а что там нажимаете сверху да это кнопки такие эти какой день хороший сегодня потому что вы постройку такую сделали интересную молодцы арбузный сезон держи съешь волноваться перестанешь хорошо они то давай пожалуйста что все хорошо у вас было вы с собой игрушку свои любимые привезли робокот кота пес это вас такие где садике в группе нормально что придумали сами робота это проектировали это получилось серьезно круто я вам подарочек принес чтобы оставались такими же веселыми держите давайте пока пока расскажите что у вас за проект за такой очень похожи на стульчик так стул умнее и сильнее ну здорово вы ребята молодцы это на игровой центр похоже очень да ухты смотрите как баланс и работы на балансирует а скажи пожалуйста что у тебя за робототехническая там какая-то штуковина да как она работает можешь включить очень интересный проект привет березнякам держи хорошо зачем вам вообще это надо все почему техническое творчество вы же девочки это современные технологии за этим будущее надо развивать детство это самое главное что у нас город с предприятиями они уже даже знают куда они хотят пойти работать потому что мы побывали на всех предприятиях они это все видят и знают спасибо большое что вы позитивны что у вас правильные взгляды на мир что вы думаете о детях и что девочки занимаются мужскими делами казалось бы это топ спин развивающая игрушка она помогает тренировать мышцы рук и улучшать броски а вот это топ присоединяем его к большой шестеренке даю сигнал на датчик так и начинает крутиться большая шестеренка опускаю на пол топ спин и резким махом руки делаю так класс спиннеры запускать волчки по нашему а программировать умеете да да классно ну ты молодец если это же высокие технологии надо покормить животных да кнопочку нажали всех покормили а что еще фермерам надо помочь чем поилку у вас там и человека не да получается это робот это робот ну вы молодцы классно спасибо большое за ваш рассказ итак друзья сейчас пришли к взрослому проекту я когда его увидел понятно что это участие родителей так и подошел говорю кто та звезда которая мотивирована это у нас папа Павел который входит в айти мир а и собственно в айти мире в детском саду конечно должны быть айтишные взрослые проекты скажите пожалуйста Павел у вас в детском саду что-то было подобное нет к сожалению вот оно к сожалению нет классно когда детский сад предоставляет возможность родителям немножко поиграть потому что мы остаемся детьми и реализовать то что не было реализовано в учебном заведении Павел вот вы когда это все дело строили и безусловно вместе с детьми я тут даже не сомневаюсь какие вопросы они вам задавали чаще всего как это работает как это работает да это же круто друзья еще один момент вот смотрите сейчас здесь представлено это все в тазу но я подозреваю что в учебном заведении наверняка есть бассейн где в полной мере этот аппарат может раскрыть свои возможности у Павла ребенок заканчивает в этом году детский сад но благодаря предусмотрительности администрации учебного заведения они сделали таким образом что второй ребенок пойдет тоже в этот детский сад это стратегия такая здрасте это те дети которые вместе вот собственно пришли дети которые вместе с Павлом да осваивают подводную робототехнику мне нравится что родители мотивированы да развивать детей и собственно сами развиваются казалось бы в детском саду и и в в Ну что, друзья, мероприятие закончилось. Мы здесь решили немножко попить кофейку, рефлексануть и дать вам обратную связь. Обратите внимание на фишки вот этого мероприятия. Пригласили всех, кто не завоевал места на основных соревнованиях, наградили тех, кто не получил призы на основных соревнованиях именно здесь. Таким образом создали большее количество людей, которые посещают это мероприятие целевых людей. Плюс у нас посетители торгового центра. Площадка, торговый центр. Здесь можно провести время. Соответственно, мы приехали, посетили мероприятие, еще ушли куда-то. Третье, четвертое получается, спонсорские подарки. Это вообще классно, когда ты ни копейки не тратя, проговорился с спонсорами, и они наградили детей. Будут ли дети хотеть в следующий раз строить новые конструкции, чтобы получать подарки в торговом центре, еще посещать? Да, конечно, они захотят это сделать. И, собственно, мотайте на ус, как проводятся у нас мероприятия. Если у вас остаются вопросы по организации, контакты Татьяны Анатольевны, которые вам ответят на все вопросы, я оставляю внизу. С нашей точки зрения, самый интересный проект, который был реализован, это IT-мир со своим подводным роботом. Если вам хочется узнать побольше, обязательно пишите, мы пригласим этого замечательного папу, и он все расскажет. Каждого рада видеть на канале. Чтобы оставаться в курсе последних событий, нажимаем колокольчик. Если вам нравится такое видео, нажмите лайк. Будем знать, будем больше готовить подобных форматов. До новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok